Хочу показать как я решил вопрос со шлифмашинкой и скилл. Значит ситуация какая. Вот этот задний подшипник полностью заклинил. Начал вращаться и полностью разбил посадочное место заднего подшипника. Как я вышел из положения. Померил биение. Приблизительно около миллиметра на сторону. Из-за этого двигатель дребезжал. Еще работал, но с дребезом. Я взял эпоксидный клей и вот такую. Может быть вы знаете вот в таких рулонах была раньше лента. Собственно неважно какая лента. По размеру вот этого по половинке вырезал. Сложил втрое. Вот так вот. Приблизительно на ширину подшипника получилось. Полностью внутри и снаружи смазал эпоксидным клеем. Вставил в обе части. В обе части вставил. Перед этим я снял подшипник. Помыл его. Он сейчас уже в нормальном состоянии. Это для того чтобы попала шпаклевка. Эпоксидный клей. Я использовал тот который продается в магазине. Это в автомагазине продается металлизированный маннол. Эпокси металл. Замешал. Только выбирайте. Желательно выбрать такой эпоксидный клей. Здесь просто написано что время затвердевает в течение четырех минут. Это неудобно. У меня в моем вот этот 9905 застывает в течение четырех минут. Это неудобно. Не успеваю замешать. Намазать. Оно промазывается не очень хорошо. И так важно во время склеивания не заклеивать эпоксидкой до самого конца. Здесь нужно оставлять свободное. Чтобы не приклеилась одна часть к другой. А уже после того как она склеилась я на одной части именно сам край покрыл эпоксидкой и снова зажал вместе с подшипником. Для того чтобы именно сам край заклеился. Когда застыло сейчас застыло я буду это делать на этой части. Здесь еще не заклеен край. Нужно именно отдельно. Чтобы одна часть не приклеилась к другой. Восстановлено все. И этот подшипник я уже поставил на место. И этот в хорошем состоянии. Я собираю. Проклеиваю здесь края здесь и здесь. Чтобы показать что края у меня немножко еще не проклеены. Я покрою эпоксидкой. Вставлю подшипник и закрою. В таком случае одна часть к другой не приклеится. Собственно теперь собираю в обратной последовательности. Посмотрим на что получится. Чтобы добраться до вот этого подшипника снимаем крыльчатку. Крыльчатку снимаем с помощью съемника. Подняли. Прихватили подняли. Тут он уже теперь. И дальше. Чем-то подручным. Здесь он дальше идет на шлицах. Как только шлицо сняли он уже дальше идет легче. Ну и теперь снимаем еще и подшипник для того чтобы его сделать ему ревизию смазать и почистить и смазать. Потому что сам подшипник уходит достаточно плохо. Во-первых, не слышно, но он так рывками идет и с усилием. Также с помощью съемника снимаем подшипник и смазываем. Подшипник снят. И теперь делаем ревизию. Этот подшипник тоже требует ухода. После того как сделаем подшипники можно будет ставить на место когда подсохнет сделанный нами задний подшипник. Восстанавливается с помощью эпоксидного клея. Разбираем подшипник как всегда для того чтобы его обслужить. Помыть смазать иголочкой. Поддеваем изнутри. По-другому не получится у вас. С усилием конечно защита немножко пострадает. Потом мы ее выровняем. Поддеваете, подгибаете и она снимается. Она немножко выгнулась здесь в одном месте. Потом ее аккуратно на столе с помощью чего-то плоского подровнять можно. То же самое нужно сделать с другой стороны. Аккуратно поддеваем. Иголочкой плотной. И она должна выскочить с другой стороны из паза. С внутренней стороны поддеваем. Выскакивает с наружной стороны. Теперь хорошо промыть подшипник. Он в принципе в хорошем состоянии. Туда попала пыль. И он начал плохо ходить. Хотел обратить внимание что я уже в обратной последовательности все собрал. Здесь осталось я замешал немного клея. И именно края сами замазал эпоксидкой. И срезал лишнюю ткань. Чтобы обратная часть. Чтобы здесь ничего не выступало. Все заподлицо. Еще не засох. Почему? Чтобы здесь не упиралась одна часть корпуса к другому. Ну и сейчас все. Теперь уже собираю. И можно запускать. Хотел доснять и напомнить что вставляется электродвигатель не самостоятельно. Вместе с этой планкой. И очень важно что у этой планки есть такой воздуховод. Его нужно совместить вот с этой планкой. То есть вот в эту сторону. Вот так. И уже вместе с ней вставляется электродвигатель. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...